Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире передача «Страница истории», в которой мы рассказываем о жизнедеятельности легендарного дагестанца, имама Дагестана и Чечни, имам Шамиле Удзесалсирова. И с этой целью мы пригласили к нам сюда в студию заведующего кафедры истории ДИО Мурадулла Хаджи Дадаева. Саламык, уважаемый Мурадулла! Валайкум, слалам! Напоминаю нашим телезрителям, что мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять, если у вас возникнут вопросы, на наш номер, который вы видите на экране. А мы начнем, иншаллах. «Уважение к науке должно быть больше, чем к трону царя», — говорил Джамал-дин Казикумовский. Эти слова не случайно написаны на нашем большом мониторе, поскольку мы сегодня, уважаемые телезрители, намерены говорить о учебе имама, о тех, кто был его учителями, и вообще о отношении имама Шамиля, к науке, в мирные годы и, если мы нечего позволить нам время, военные годы, пока шло военное действие у нас в горах Дагестана. Мне бы хотелось спросить у вас вот о чем. В своей книге воспоминали Абдурахман из «Газикумуха». Пишет, «В Дагестане имеют распространение 12 наук — морфология, синтаксис, методика, логика, теория, теория диспута, законоведение, толкование Корана, жизнеописание пророка, суфизм, риторика, стилистика, поэзия». То есть 12 наук существовало в Дагестане в те годы, когда имам Шамиль из мальчика вырос мужчина. То есть он брал эти уроки. Понятно, что в одном селе невозможно было 12 учителей иметь. Села у нас в Дагестане небольшие, в большинстве своем. И зачастую, как мы знаем из истории, многим ученым приходилось ходить по селам, чтобы взять, изучить вот эти все науки. И поэтому я хочу спросить, кто были первые учителя Шамиля, кто учил его вот этим наукам? Есть ли известные их имена, может, какие-то подробности из обучающего процесса, может быть, что-то из жизнедеятельности, какие-то особенности? Пожалуйста, русский. Бисмиллахи рухмани рухим, альхамдуллахи, роббилал амин, ассалату вассалам, аля ашафи, аля мурсалин, аля али и ассахбе, аджмайин. Имам Шамвель, он с детства, можно сказать, начал обучаться исламским знаниям. И впервые, вот, начал он, конечно, как и в наше время, вот с Корана, обучение Корана, уже в 6-7-летнем возрасте он знал читать Коран. И где-то, вот, уже в возрасте было 9-10 лет, Шамиля, его отец, его родители, они отдали Газим Мухаммаду, это первый имам Дагестана и Чечни, который был старше на 3-4 года самого Шамиля, обучаться ему. Так как Газим Мухаммад, он уже с раннего детства, он отличался от других своими способностями приобрести знания. И будущий первый имам обучает Шамиля первоначальным знаниям. Это, как мы знаем, вот, упомянутые, вот, в начале, это морфология, синтаксия из грамматики и так далее, вот, все это, это и являются первоначальные книги, так как они являются, вот, как бы инструментом для того, чтобы обучаться или учить книги по фигхе, по тасауфу, по сире и так далее. И вот эти, выше упомянутые 12 наук, эти науки, которые были очень распространены в Дагестане, это не означает, что другие науки тоже не изучали. Также и математика, и... Ну, основные, может быть. Рахмалах, это книги, которые непосредственно обучались в педресе Муталиме. Это можно сказать, как среднее образование, вот, как у нас принято сейчас говорить, среднее образование, высшее образование. Ну, то есть, это базовое образование было горцы, да, вот эти 12 наук? Ну, среднее образование тоже не скажем, потому что это зависит, допустим, в юриспиденции фигхи. По фигхе книги бывают первоначальные, средние, уже, которые обучаются уже даже аспирантуре наше время, и еще выше. Поэтому это смотря на книг, не на саму раздел науки, а смотря на книги, которые, допустим, в нашем шафиитском мазхабе, самые книги, упирающие для того, чтобы использовать для решения, для хукму, для несения фатва, это книги Ибн Хаджара Тухфа Туль-Мухтадж. И эти книги раньше, вот, через определенные книги, на самом верху, вот, эти книги читали у нас. И поэтому и в других разделах тоже так же. То есть идут, вот, книги начальные, там, средние, и уже, которые обучают уже в самом конце. И Шамиля, вот, рахмаллах, его, Азим Мухаммад, как мы сказали, он является, на самом деле, первым учителем, который сам в начале же его своем селении обучал, и потом в дальнейшем, когда, куда бы сам ни ходил, туда с собой брал он своего друга Шамиля. Там и тазгираты, и книги Хасан-Илява про имама Азима Мухаммада пишут, что они, естественно, были неразлучными друзьями. И даже, вот, воспоминаниях Абдурахман говорит, что когда с Азимом Мухаммадом они уже отправлялись в разные села, и у них как бы уравнялись эти знания, между ними, говорят, вот, эти бахс, диспуты, бывали, говорят, ну, спор по науке имеется в виду, там, по решениям ахкама фикхи и так далее. И Шамиль, говорят, часто выигрывал даже вот самого Азима Мухаммада. То же происходило в чем-то своего учителя. Да, и вот есть такая поговорка у арабов. Два человека, говорят, радует, когда двое, говорят, лучше становится, чем он. Это отец, когда сын становится лучше его, и также муалим, учитель, когда его мутаиль становится лучше, чем он, то есть, знающий, чем он. Поэтому Азим Мухаммад, куды Сосеруху, он очень радовался и восхищался Ашамилем, когда он иногда выигрывал в этих диспутах, спорах по фикхе. Я здесь хочу немножко прервать, задать такой дополнительный вопрос. Какое влияние оказывает первый учитель на своего ученика? Я не хочу комментировать это, просто вот какое влияние оказал именно Азим Мухаммад на Ашамиля. Он первые его учил, они потом всю жизнь дружили, и в чем-то он даже превосходил, как вы говорите. И насколько это важно, выбрать первого учителя правильно? Самое важное и счастье для ищущего знаний является это, чтобы он попался к муалиму, учителю, у которого есть правильный этикад и правильное мышление. Потому что фикхи и другие разделы по науке может читать любой. Может овладеть любой, но если это не сопровождают, допустим, с амалом, с деянием, то есть совершением тех деяний, которые есть в науке, если человек, вот у него мышление неправильное, он толкует по-своему, это уже будет беда для муалима. Основным это касается вероубеждения агиды. И, ал-хамду-лях, и имам Шамбель, и имам Ази Мухаммад, когда саллаху саллаху саллаху, у них муалимы-преподаватели были самыми лучшими. Иначе и быть не может, потому что в те времена вот разные секты, разные вот направления в Дагестане, ал-хамду-лях, не было. Да, действительно, мы видим, к чему приводят все эти неправильно заложенные агиды, как тяжело потом людей, которые сбились с истинного пути, вернуть, как ему тяжело бывает объяснить, донести до него. Если даже это не касается духовных наук, скажем, если ребенка воспитывают улицу, он всю жизнь остается вот таким. в криминале живет, также хулиганит, бандитствует до конца своего дня. Ну, вот итог этого, если муалим попадет не такой, но с неправильной агурой и так далее, вот, как говорится, первое возложенное, это, вот она почти у всех, она остается до конца. То есть, изменить, убрать это, вложить туда другое, вот это очень трудно бывает, поэтому это родителям является обязательным, чтобы они выбрали для своих детей правильных муалимов и воспитателей. Правильных, чистым, чтобы, как вы сказали, их слова не расходились, сделаем. То есть, если они говорят ученику о чем-то, чтобы сами следовали тому, чего говорят, это очень важно, здесь с вами, я думаю, никто спорить не станет. Ну, давайте продолжим немножко о учителях. Кто после Азима Хамада был? Можно перечислить имена, если очень мало сил. Ну, давай сперва мы вот так сделаем. Вот сила, которой Шамиль обучался, это известные, вот упомянутые в наших книгах, архивах, это селение Буцарат, Анусы, Кудутль, Кудутль, и также Рихуни, Ирганай в наше время, вот, как называется, Ирганай, также Балахан и Аракан, также Черкей и Зубутль тоже имам обучался. И муалимы, известные муалимы из них, это первый у нас, как мы сказали, Гази Мухамад, второй это Исмаил, это дед Гази Мухамада, который в то время работал в муадзином селении Коранай, потом, после этого он отправился в селение Хахита, там его муалимом был Хадулау Кады, после этого он отправляется вместе с Гази Мухамадом опять-таки в селение Аракан, известному ученому Саиду, также из его известных учителей является Лаченлау из Харикулу, также Барик Ату Савифи упоминает имя Умара из Ахалчи, к сожалению, про него информации пока мало, надеюсь, иншаллах, в скором времени найдется кое-какая информация, иншаллах, будем изучать. Что касается, вот, наверное, следует хотя бы коротко рассказывать про этих муалимов Шамиля, про Гази Мухамада, мы чуть попозже еще вернемся к нему, вот Исмаил, дед Гази Мухамада, первого имама Кады Саруху, он являлся внуком Ибраима Хаджи Аль-Уради, известный ученый 18 века, который большую роль сыграл в выступлении против Надержаха и его войска, и также Исмаил Аль-Уради, он был великим ученым, мухаддисом, фақихом, и Исмаил, он был очень набожный человек, как говорится, богобоязнь, у которого таква было и выделялся с этим среди остальных ученых. Исмаил, рахмаллах, он даже говорит, вот, когда его многократно просили быть имамом в нескольких селах, он всегда этому отказывал, я, говорит, боюсь, что я привыкну, говорит, там склоняться к кому-либо, делать неправильные решения, взятки и так далее, от этого, говорит, я боюсь, и я, говорит, лучше буду муазином, от него, говорит, вознаграждение больше, говорит, бывает. Это и указывает на его богобоязненность. И, конечно, вот, как мы говорили, вот, Эльму, от такого человека, конечно, от него польза, и барракад больше бывает. И селение Каранай несколько лет с Хазимом Ахмадом Шамвилем там тоже обучался. И после этого, вот, упоминается, вот, ну, это тоже ранний юнический возраст был имама Шамиля, максимум 15-16 лет, наверное, было, когда он обучался селения Хахита у известного ученого Хадуллау Каде. И этот Хадуллау Каде, он умер в 1858 году, дата рождения, к сожалению, неизвестна. И он обучался у известного ученого Аубакара Аль-Аймаки. Аубакар Аймаки, как мы знаем, он был суфием, он был, являлся из рода пророка Суасалом, то есть потомком пророка, и его монак, и его холеми качества очень много. И он говорит, до этого в Ираке, в известном институте, или как университет можно назвать, Низамия, который еще при имаме Газали был создан, в этом университете он, говорит, закончил один факультет. И потом в дальнейшем Аубакар Аймаки еще раз хотел, говорит, туда отправиться, и он с собой взял, говорит, самого ведающего ученика, его самого способного, это был Хадулау Каде. Оба они отправились в город Ирак, вот это Багдад имеется в виду, и закончили оба город, если там Низамия. То есть Эльму, вот цепочка сельсиля этого Эльму Захира, имама Шамиля, она уходит далеко там, и Низамию, и также от наших ученых, известного Абу Карай Аймаки, его учителя, мы знаем, куда для Мусалу и так далее. То есть цепочка сельсиля имама Шамиля по Эльму Захир тоже, она была из чистых и замечательных ученых. Ну, мы упомянули учителя имама Шамиля, вот Хадулау, который, Хадулау Каде, где имам Шамиль обучался в селении Хахита, там есть такой тоже интересный случай, который передается от самых жителей этого селения, от поколения в поколение. Вот время привития Шамиля в селении Хахита, это время совпало строительство новой мечети в самом селении. И там уже шли работы, внутренние работы, и это время, говорит, молодой, лет 15-16, наверное, Шамилю тогда было, он, говорит, зашел в мечеть, стоял, говорит, в середине и рассмотрел. И стены, говорит, этой мечети, они где-то пределы, 4 метра было, и он, говорит, с разбега бегал по этой по стене, 3-4 шага делал, говорит, вверх, и ударил вот еще не высохшей этой штукатуркой, и оставил, говорит, там отпечаток, 4 метра стены, говорит, было. То есть, вот Хахитинцы, они с восхищением до сих пор от поколения по колени передают, вот, какой он был. Сохранилось это место мечети? Это, говорю, к сожалению, вот, вот, уничтожили это, вот, можно даже сказать, когда в 1950 году мечеть дали под клуб, то есть, чтобы делать клуб, там реставрация, они работы делали, да, ремонт делали, и... Да, очень жаль, конечно, да. И, в общем, дальнейший Шамвель, он вместе с Гази Мухаммадом несколько раз, говорит, был, даже три раза, говорит, он ходил к Саиду Араканскому. Саид Араканский, он является внуком Аубакара Аймаки, был очень известным ученым не только в Дагестане, и за пределами. К нему приходили со всех сторон, со всех уголков страны, можно сказать, муталиме обучаться, и он муталимом основном обучал по фикхе, про грамматике и про уссулюль фикхе, то есть основе юриспиденции. Это очень трудный вот раздел науки. И второй раз, говорит, когда с Гази Мухаммадом и Шамвель туда пошли, это время около 30 муталимов, это уже старшие муталимы, старшие студенты, они обучались, говорит, у него книги Джамма Джавами. Это очень достаточно трудные книги в наше время. И количество 30 муталимов, видимо, их по одному, по два обучались, то есть отдельно, отдельно. И Гази Мухаммад им предлагает, давай, говорит, мы бросим жребий, кому первый попадет, говорит, пускай муталим, говорит, первый урок ему прочтет. И когда бросили, Гази Мухаммад выиграл, говорит, там, и начинал он с Аид Араканский с него. И когда уроки ему читали, он такие вопросы задавал, которые вот самого учителя сомнения вели, то одну книгу достал, то другую, 8-9 книг оказались рядом с ним. И в общем до Асра, то есть до после обиды намаза, они, говорит, вот так оставались. И эти муталимы, которые смотрели им, им, конечно, скучно было все время, за ним смотрели и урок не получали. И один день они говорят Саиду Араканскому, учитель говорит, вот столько времени, говорит, тратишь, ты, говорит, на одного Гази Мухаммада, а мы, говорит, смотрим, у нас, говорит, нет времени, чтобы мы смотрели, как ты его обучаешь. И Саид Араканский говорит, дети мои, говорит, я ничего не могу делать, так как, говорит, бывает так, что ко мне приходят учиться, говорят, и от некоторых, говорит, получается, что я сам от них обучаюсь, то есть что я у них учусь. То есть вот в таком виде оценил Саид Араканский, Азу Мухаммада, первого учителя имама Шамвиля. И в дальнейшем еще есть такой рассказ, тоже Генуса, это Хасан Лео, Рахмала, тоже ученый был в своей книге про имама Азу Мухаммада, он пишет, когда с селения Гимри пришел, говорит, Саид Араканский по своим делам, он в деканах спрашивает у жителей, знаете ли вы юношку по имени Гази Яу? И они сказали, да. И он говорит, а какое, говорит, у него знание, они говорят, ну, он каждый раз, когда спрашивает, говорит, что он учит книгу Джами, то есть по грамматике. И он говорит, ах, говорит, вы, на самом деле, оказывается, не знаете его, говорит. Недавно, говорит, пришел ко мне, чтобы у меня учиться, говорит, и он, говорит, мне, говорит, руки поставил, и ушел, говорит. И вот Шамиль и Азу Мухаммад вот такие способные были, мы вот недавно сказали, что Абдурахман пишет, что уже в это время, когда у них уравнивались эти знания, Шамиль, он иногда и выигрывал в этих диспутах и так далее. Еще ученые, учителя имама Шамиля были, это Лачинляу или Захари Кулу, также Умар из Ахалчаи, про них информации очень мало, но также Абдурахман своих воспоминаний упоминает очень уважительно про Лачинляу из Захари Кулу, что он был очень богобоязненным и справедливым муалимом Ик-Алды, и что он является учителем имама Шамиля. Иншаллах, если будет еще информация, в дальнейшем расскажем про него. Вы знаете, здесь вопрос от телезрителя. Я находил в некоторых книгах, что имам не останавливал обучение даже во время военных действий, можете ли вы что-то подробное об этом рассказать, спрашивает наш телезритель. Вы знаете, мне тоже доводилось слышать историю, был такой ученый, собиратель книг, Мухаммад Изубрей, это в Казикумухском округе тогда, сейчас это 4 километра, в общем, от Казикумуха, районного центра Аллахского района. У него была большая библиотека, и перед своей смертью он завещал своим родным, близким не вешать замок на библиотеку, чтобы она была доступности любому, кто пожелает. Поскольку были очень редкие книги, и там были книги не только, скажем, по догматике, по риторике, там были и по астрономии, в общем, перечень очень больших разносторонних знаний был собран в одной библиотеке, поскольку он часто ездил и имел возможность покупать и привозить с Востока различные книги. Так вот, у родственников этих, которые надо отдать должное, последовали завещанию, не повесили замок, хранится письмо от имама, который во время военных действий брал эти книги и с благодарностью вернул. На этом письме стоит его печать, написано письмо писарем благодарность, но печать имама, и, в общем, это говорит действительно о том, подтверждая слова нашего телезрителя, надеюсь, вы тоже приведете какие-то факты по этому поводу, учеба имама во время войны. Ну, вообще-то говоря, я тоже думал, в последующих передачах затронуть эту тему, но так как задали этот вопрос, да, на самом деле, во время имама Шамиля обучение наукам не перестало, наоборот, это усилилось. То есть были такие времена, хотя вот такие военные действия шли, имам, он очень вот тщательно требовал от ученых, что они обучали муталимов. В то время мадрасса, то есть отдельные здания для учебы, это были только в больших селениях, а основным муталимами обучались в мечетях. И имам строго вот даже вот пункты, где перечитают вот обязанности Кадия во время имамата, там перечисляется, чтобы у него были муталими обучающие. Это было условием для любого имама или Кадия селения. Поэтому вот резкий толчок в науке, она вот произошла именно во время имама Шамиля. То есть это был такой большой скачок в науке, но это тоже неудивительно, потому что мы знаем, имам Шамиль, он вот строго придерживался пути предыдущих халифов, праведных халифов, также таких благородных людей. Мы знаем из истории, вот Салахуддин Айуб, он является освободителем Иерусалима. А как он стал освободителем? До него несколько правителей, и Махмуд Занки, и Нур-Удин Занки, и другие, они, вот, были множество таких попыток, вот, освободить Иерусалим. Но у них это не получилось. А во время Салахуддина Айуба, как он стал маликом предводителем мусульман Египта и Шама, он в первую очередь, то есть остановил все эти военные действия, и он повелевает ученым, чтобы они развивали науку по странам государства. И лет десять обучали мусульман грамоте. То есть он отдалил невежество, и над странами мусульман появилось солнце знаний. И после этого, протяжении двух-трех лет, говорит, полностью вот эти, ну, большинство земли от крестоносцев были освобождены. Также во время имама Шамиля есть такой, то, что нам от предков передается, во время даже сражений, имам Шамиль, говорит, между Магрибом и между Ишаом не переставал, говорит, иметь стабильную талиму. И даже, говорит, он читал, то есть таким уже большим алимом, он читал, говорит, книгу Махуддин-Арабии Кудесеру, которая называется «Фатухат-Уль-Макия». Эта книга очень трудная, очень таким, можно сказать, даже, которая кодирована, что ли, слова вот таком, которые нужно, да, вот, расшифровать вот некоторые моменты. И эти книги, вот, имам Шамиль, говорит, он ставил уроки по этой книге. И, честно говоря, хотя такие вот и предавания были, и то, что Мухаммад Ар-Арабии Барикатин написал, что у него был Тельмис, там ученик Амирхан из Черкеви, что у него учеником был, который он обучал и так далее. Вот, подтверждающим этому, то, что меня сильно обрадовало, недавно нашли книгу «Аль-Имама Каусари». Это Каусари, он является последним имамом, который по научной части, вот, это, как бы, научный должен, можно сказать, название имам. Вот, последний из ученых мусульманской умы, он является последним. И он, ну, все думали, что он, что он турок. Оказывается, он был из Кавказа, и его отец Хасан, вот, он был сам Черкес, то есть они, вот, переселились в Турцию, и имам Каусари говорит, что я, говорит, совсем маленький, его 7-8 лет было, когда мне говорят, переселились в Турцию. И, в общем, что я хочу сказать, вот, у имама Каусари есть небольшая книга, этой книги он упоминает, основном, вот, сельсель, цепочка его учителей. И, среди своих учителей он упоминал своего отца тоже, так как его отец был очень большим и известным ученым. Хасан его звали, и он говорит, учителем моего отца, говорит, был Хасан Ас-Сухси, Сусхи, Хасан Ас-Сусхи, и который являлся, говорит, учеником известного муджахида, известного Гази, Гази, говорит, Шамиля. Вот это нашел, и это подтверждает, что даже в таком трудном положении имам не перестал иметь учеников, и также он в общем своем государстве развивал очень сильную науку. Здесь один из телезрителей спрашивает, Можно ли подробно рассказать, откуда был Исмаил, про которого вы недавно сказали, с какого села? Исмаил является внуком Ибрахима Аль-Уради, из селения Урада, Нинеш-Амейского района. Газим Мухаммада отец был Мухаммад. Мухаммада отец звали Исмаил, Исмаил отец был Хажи, Хажи был сыном Ибрахима Аль-Уради. Известного ученого. То есть он является из его потомков. И вот этот Исмаил, вот он тоже раннем, в юношеском возрасте, он отправился за знаниями Унсуколь. Из селения Унсуколь, когда он обучался, там у него с молодежью стычка произошла. И его учитель, то есть его кунак, ему посоветовал, ты лучше отправляйся, пока этот фитон затухнет, и отправляйся в Гимри. И это место, говорит, благополучное, и там есть, говорит, Алими, которые могут тебя обучать. И после этого, по совету своего кунака, он туда отправляется, когда во время учебы у него, говорит, любилась одна девушка Гимринка по имени Ханика, он на ней женился. И в общем, они там остались жить. Следующий вопрос. Надеюсь, уважаемый телезритель, мы подробно ответили на ваш вопрос. Если вы что-то не уловили, что-то пропустили, можете посмотреть завтра в повторе, либо на нашем сайте, на котором это будет размещено уже завтра, ближе к вечеру. Следующий вопрос от нашего телезрителя. Ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, в некоторых книгах написано имам Шамивиль, а в некоторых имам Шамиль. Как правильно? Ну, мы уже отвечали на предыдущую передачу. Давайте еще расскажем, но, видимо, наш телезритель не смотрел. Ну, честно говоря, этот вопрос, можно сказать, самый актуальный стал в последнее время. Почему? Я, честно говоря, и не ожидал, что многие дагестанцы не знали, что на самом деле Шамиль и Шамвиль это одно и то же, и что вот это имя, просто там с одной буквой, вообще-то говоря, проблема идет. И что так Шамиля звали по-настоящему, по-правильному, Шамвиль так называли, что это не знали дагестанцы, это немножко даже удивляет. Потому что вот в его письмах, в его книгах, которые про него написали и Тазгират, и Барик, и в остальных книгах, везде Шамвиль пишется. И, скорее всего, этот вопрос, вот, часто стали задавать после книги Амир Минин, шейх Шамвиль, так как там это имя, как есть, Шамвиль написано. И этот вопрос мне тоже часто вот задают, поэтому вот есть книга, это Тазгират Абдурахман, называется «Воспоминания Абдурахмана». Абдурахман, он является сыном известного шейха наушбандистского дариката Джамалдина Казакумовского, также он является взятым имама Шамиля, то есть дочь имама Шамиля была замужем за Абдурахмана. И вот, что он пишет. Я думаю, это достаточно будет для любого мусульмана, для любого муэмина, чтобы понять это. Так как, если даже после этого уже начнут вопрос задавать, это, я думаю, будет излишним, и человек чего-то добивается. Я даже это прочту сперва на арабском и буду переводить, как он написал, не изменяя ни одно слово и букву. То есть посрочно, каждое слово. То есть имя Шамиля, говорит, было первоначально Али. И потом, когда болезнь не отходила от него постоянно, поменяли его имя по обычаю дагестанцев, то есть в то время, когда их дети болели. То есть назвали, говорит, таким именем, Шамиля Али назвали. Потом постепенно, в мухаварате, то есть разговорах, постепенно уже, люди же обычно, когда две имени говорят, одну оставили. Одну выбирают, да. Да, одну Али оставили, и назвали, говорит, и осталось имя Шамиль. До этого, говорит, этого имени никогда не было. То есть не было названо селение Гимри. То есть ни в самом Гимри, ни в окрестностях селах этого имени до этого не было. Потом он нашел в книгах, что Шамиль сказал, называют это ошибка. То есть Галат он пишется здесь. Это ошибка. То есть это говорит имя Шамиль. Исму набии мин амбия и бани Исраэль. Имя одного из пророков бану Исраэлю. То есть израильтян. И когда Шамиль узнал, что его имя соответствует имени пророка, Фараха Бедалика Джиддан, очень сильно, говорит, он этому изменился, то есть обрадовался очень сильно этому. И до сих пор, до сегодняшнего, говорит, эта книга написана в 1880 году, то есть когда он написал, что Шамиль был живой, и он говорит, до сих пор, говорит, его называют Шамиль. Поэтому здесь, я думаю, другого вопроса не может быть. И это, я еще хочу отметить, это не принципиально. Кто хочет, назовет Шамиль, так как родители ему дали имя Шамиль. А когда Шамиль, он обучался знаниям, и он находит в книгах, в исламских книгах, что его имя Шамиль это ошибка, а правильнее будет Шамиль, он этому обрадовался, и он говорил, чтобы его назвали Шамилем. То есть он требовал от других, чтобы его Шамилем назвали. Я буду его называть Шамиль. Если ты хочешь Ахмад, или другие, кто хочет, пускай назовет Шамиль. Этому ничего такого, никого не принуждаем. Ну, для себя я решил так, что правильно будет назвать Шамиль, а как иногда по заботчивости, если Шамиль скажу, я думаю, ничего страшного тоже не произойдет. Просто то, что здесь в этой книге, его зят пишет, что он любил, чтобы его назвали Шамилем, я думаю, я предпочитаю называть его Шамилем. Более того, на прошлой передаче вы проносили его собственноручно написанные письма, где он тоже пишет, Шамиль подписывается. Так что, уважаемые телезрители, я думаю, этот вопрос уже закрывается со своей подписью имам Шамиль, так что, вам решать, как называть, но имам Шамиль любил, как мы сказали, и сам подписывался с Шамильем. Вот так вот. Здесь был вопрос от телезрителя, с какого села родом имам Шамиль, ну, давайте повторим еще раз. Наверное, этот спрашивающий имеет в виду предки, откуда его были. Вот у нас иногда бывает такая болезнь тоже, кто-то, ну, кто-то хочет, что какой-то ведущий человек из их селения был, и так далее. Я вот не разделяю такое мнение, честно говоря. Шамиль был дагестанцем, это достаточно. Шамиль сам в своих действиях, он никого не отличал. Не аварца от даргинца, от даргинца, от чеченца и так далее. Он уважал и любил тех людей, которые соблюдали правильный шариат. Тех, которые соблюдали шариат и ходили по нормам шариата, он приближал, а тех, которые противоречили этому, он их отдалял. Будь этот еврей, даже разницы там нет. Любого человека. Поэтому вопрос об этом. Вот недавно был такой тоже, вот когда вот говорят, что имам Шамиль из Гимрах был, некоторые говорят, не был, говорят, он из Гимрах был. Его предки откуда-то были, оттуда-то были. Но кто сейчас это может сказать? Известно, известно, что я не люблю, когда кто-то говорит, Шамиль говорит, его отец говорит, или там дед говорит, откуда был. Это я не люблю. Известно, если есть какие-то доказательства из источников, от современника, самого имама Шамиля, это другой вопрос. Известно, что Шамиль, он родился в селе Некимри, и он, когда вставлял подпись, написал Шамиль Аль-Гимравии. Он не писал там, какой-то из Унцу или из другого, он писал Аль-Гимравии. Он был из Гимри. И мы давай оставим его Гимриинцем. И еще я хочу это отметить. Предки его, мы в прошлом передаче говорили, предки его, это пятый прадед его получается, Али, его отец Амирхан, он был из Казиков Мухараду. Вот то, что известно, то, что нам достоверно. Ну, давайте на этом остановимся. Тем более, что время передачи подошло к концу, мы даже уже немножко перебираем. Уважаемые телезрители, в следующую среду мы продолжим говорить о уважении к науке, которое должно быть больше, чем к трону царя, как говорил Джамал-Дин, Шех Джамал-Дин Кудасил-Сирву. И поговорим далее о учебе имама Шамиля во время военных действий, кто были его учителями тогда и кто были его учениками, еще о многом-многом другом. И про духовных наставников. Вас я благодарю за то, что нашли время и пришли. Надеюсь, в следующую среду мы встретимся тут же и продолжим наш разговор. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь до следующей среды. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...